Добрый вечер! Вы смотрите программу «Общество Юкраин». Еврокомиссия подала официальное предложение по либерализации визового режима для Украины. Стоит ли нам ждать в ближайшее время реальной отмены краткосрочных виз для украинцев и как это повлияет на ситуацию на Донбассе, об этом поговорим сегодня с нашим гостем, политическим экспертом Юлией Тищенко. Юлия, спасибо, что пришли. Можно ли уже праздновать победу? Мы с Добулы, безвизовый режим, то есть фактически то, с чего начинался Майдан, и уже считать, что это свершившийся факт. Спасибо за вопрос. Я бы, с одной стороны, разделила ваш оптимизм, потому что сам этот процесс занял 8 лет, как минимум. То есть это был модельный план того, что Украине необходимо было сделать в разных сферах, и в сфере административной реформы, и противодействия коррупции, и управления границами, то есть разные задачи. Украина их выполнила. Майдан, по большому счету, один из лозунгов. Я не скажу, что он был первичным, но тем не менее, либерализация визового режима, она также упоминалась. Если говорить о том, что нас ждет, и насколько все будет развиваться оптимистично, и какие сроки, то тут все это будет уже зависеть от темпов, от сроков ратификации. Сначала в Европарламенте, это простым большинством, а потом в министров внутренних дел стран ЕС. То есть они тоже должны быть. А вот где может быть подвох? Вот где может быть проволочка? Где может быть зрада, так сказать? Да, зрада. Вот где зрада? Ну, по большому счету, если, ну скажем, ничего не случится экстраординарного, надеемся, что его не случится, то подвоха, в общем-то, не должно быть. Почему? Потому что Украина, на самом же деле, далеко не первая страна, которая, пройдя вот эти сложные, но модельные условия, получает либерализацию. До этого этот путь прошла Молдова, в частности. То есть у Грузии сегодня мы тоже видим подвижки, то есть фактически они тоже будут жить без виз с ЕС. Кстати, в Молдове это стало в какой-то степени одним из стимулов обращения тех, кто сегодня в самопровозглашенной Приднестровской республикой за паспортами биометрическими молдовскими. То есть такой вот бум наблюдался, в общем-то, здесь. То есть то же самое можно ожидать, что и в Грузии, и в Украине такое по итогу, ну вернее в Грузии, да? То есть Абхазия и Осетия захотят? Ну все может быть, я думаю, что по большому счету и в Украине так же, почему-то, что очень у многих все-таки еще нет того количества, я не знаю точной статистики, ну вот в региональном разрезе, но безвизовый режим, если он будет как бы имплементирован, и вроде бы он должен при оптимистических сценариях, это может быть там чуть ли не в августе месяце. Даже я считал, что в июле даже. Ну сами решения могут быть приняты в июле, а дальше все-таки это... А реально можно будет в августе? Да, это должно быть еще опубликовано официально, ну и так далее. То есть определенная процедура должна быть все-таки реализована. Вот это может быть достаточно быстро, это очень оптимистический сценарий, но он достаточно реален. Псимистически, если там какая-то пролонгация будет, утверждение этих, скажем, этих документов, кстати, права вета тут не существует, то есть еще раз говорю, это простое большинство в том же Европарламенте, да? То есть, ну условно, если какая-то из стран скажет, нет, мы не хотим, ну она не сможет заблокировать это решение, скажем, вот. То есть это не консенсус, это именно большинство консенсуса, это когда все должны обязательно согласиться. При пессимистическом сценарии это может быть к концу года, но скорее всего, в общем-то, все складывается так, и те комментарии в Еврокомиссии, которые слышим от разных дипломатов, ну это обычный нормальный сценарий, ничего экстраординарного тут пока не предвидится. Вот был неприятный сюрприз, референдум консультативный, хоть и консультативный, но тем не менее, референдум в Голландии, который вот те 32 процента, да, но насколько вот еще евроскептики могут, ну вот, объединиться, скажем так, в несколько стран, потому что если на уровне Европарламенте вроде подвоха не ожидается, то вот на уровне министров внутренних дел, то есть на уровне министров, совета министров ЕС, вот насколько здесь может затормозиться процесс? Не, ну, я не думаю, что он может настолько существенно затормозиться на этом политическом уровне, на самом деле, то есть должны быть какие-то очень веские причины для этого, и они должны быть названы. Причем то, что сегодня те решения, которые были провозглашены, то есть они безусловны, то есть безусловие, то есть нам не нужно еще что-то осуществить, еще с кем-то договориться. Вот поскольку условия не названы, то есть мала вероятность, что они могут быть названы там и в ходе процедуры ратификации, хотя, ну, то есть тут загадывать не нужно, ну, сложно, но тем не менее. Вот если, скажем, ну, как-то сравнивать, корреспондировать вот то, что сейчас происходит вокруг визовой либерализации и, например, референдума в Голландии, это, ну, совершенно разные вещи, потому что у нас как бы два где-то связанных, но все-таки параллельных процесса. Это один, это соглашение об ассоциации, вот относительно его ратификации в Голландии проводился этот референдум. Кстати, тоже показательно, сам парламент отказался, скажем, учитывать и отменять ратификацию соглашения про ассоциацию. Парламент Голландии, несмотря на результаты референдума. Это, скорее, сигнал, ну, уже много об этом говорилось, но, тем не менее, это сигнал не Украине, это сигнал самому ЕС, чиновникам ЕС, то есть, действительно, ну, определенный кризис взаимоотношений там Брюсселя и городов-столиц, ну, скажем, евроскептика, национальных государств, то есть он действительно наблюдается, и вот референдум, по большому счету, также можно трактовать как одно следствие этого. По визовой либерализации здесь не нужны референдумы. Подобный путь, так или иначе, не во всем схожий. Проходили балканские страны, кстати, не во все балканские, мы безвизовый режим будем действовать только в рамках шангенской зоны. Вот, например, Хорватия не входит в шангенскую зону, то есть вы не сможете туда проехать без визы. Но она имеет обязательство перед шангенской. Безусловно, если у вас есть виза страны шангенской, вы можете пасть в Хорватию, но вообще без виз это будет сложно. А вот давайте смоделируем. Хорошо, допустим, с августа сможем ездить. Но вот евроскептики, почему одна из главных причин против того, чтобы либерализировать режим с Украиной по визам, это то, что начнут массово выезжать в Европу. Насколько это реально, что украинцы, как только мы получим краткосрочные визы, вернее отмену этих краткосрочных виз, украинцы массово ринутся в Европу? Ну, по большому счету и сейчас у нас достаточно немалая трудовая миграция, точных цифр, очевидно, вам никто не назовет. Были разные, чуть ли не по 2 миллиона и более назывались эти цифры, то есть можно детально, демографически это все посмотреть. Я в том, что речь идет в плане безвизовой либерализации именно о краткосрочных визах. Вы по этой краткосрочной визе, вам будет сложно, нет, вы не сможете найти работу, вы не сможете поступить, учиться, скажем, для этого нужны другие процедуры, другие визы. И по большому счету, даже в этой ситуации с той же Молдовой, безусловно, там есть трудовая миграция, но она и была и раньше, она напрямую не так сильно коррелируется с этой визовой либерализацией. Плюс, если посмотреть сегодня на украинских граждан, есть тоже разная статистика, но очень многие, не то, что в страны ЕС без визово не путешествовали или визово, но они в соседний город, в общем-то, не очень часто выезжают. То есть у нас, например, в том же Крыму, но там чуть ли не 80% населения никуда дальше Крыма не выезжали. Подобная ситуация была в Донецке, в общем-то, до недавнего времени. Поэтому я бы тут как бы не говорила о каких-то очень таких сильных миграционных настроениях в Украине, несмотря на социальную, экономическую и прочую ситуацию. Хорошо, вот опять же, если все получится по плану, вот рейтинг Порошенко, оно поднимет или нет? Ну, я думаю, что это существенно, это может быть плюсом, плюс при соответствующей интерпретации, что... Ну, скажем так, очень мало позитивных, а это, в общем, позитивная новость. Это позитивная новость для молодежи, возможно, для тех, кто хочет действительно выехать, посмотреть мир, для тех, кто хочет что-то для себя открыть. Возможно, у кого-то есть родственники за границей, и иногда действительно существует эта проблема виз. Вот поэтому при нужной интерпретации, если действительно этот механизм заработает, и мы не будем встречать много перепон, несмотря на отсутствие виз уже на границах при пересечении, потому что могут быть, кстати, разные варианты. То есть вам все равно нужно будет рассказать, о чем вы туда едете, собственно говоря. То есть если у вас там бронь, гостиной, тоже технические разные детали, то, ну, я думаю, что это, в общем-то, позитив. Очень мало положительных новостей, это очень положительная новость. Вот вы об этом упомянули, что либерализация визового режима для Украины, вот для Грузии, для Молдовы, вот оно подстегнуло то, что жители вот этих непризнанных республик, этих вот анклавов, они захотят и хотят, опять же, молдовские паспорта, грузинские. Ну, с грузинскими сложнее. С грузинскими сложнее. А вот на Донбассе, насколько вот это может сделать более привлекательной все-таки Украину для тех, кто проживает на временно оккупированных территориях, в том же числе и в Крыму? Ну, смотрите, просто если говорить про Молдову и Приднестровье, то экономически Молдова достаточно сильно связана все-таки там с странами Восточной Европы, регионально, и, опять же, вопросы там временной трудовой миграции, они существуют. То есть это удобнее, ну, условно, и Румыния близко. С Грузией тут им сложнее, если говорить про Украину и ситуацию сегодня в самообразоглашенных ЛНР, ДНР или там в том же Крыму, например. Тут еще вопрос, скажем, и возможностей связи, в том числе экономических возможностей. То есть если у вас нет средств к существованию, я не уверена, что вы сможете в полной мере воспользоваться вот этим благом безвизового режима. То есть тут есть вопросы. Но, тем не менее, я думаю, что молодежь, которая там осталась, ну, несмотря на ту пропаганду, которая сегодня есть на этих территориях Донецкой и Луганской областей, ну, это будет, ну, скажем так, более стимулировать. Каким-то все-таки не разрывы связи с Украиной. Ну, да, ну, как минимум нужно будет выехать, взять биометрический паспорт, как-то подумать, в общем-то, что делать дальше. То есть это действительно может быть дополнительный стимул. Плюс, понимаете, это же не просто выехать и посмотреть мир. Да, это может все-таки стимулировать. И то, что называется контакты между людьми. Вот это может дать даже какой-то толчок экономическому росту, определенного рода инновациям, которые были бы очень необходимы в Украине. А вся вот эта вот как бы витринность, то есть улучшение условий здесь, в том числе и благодаря безвизовому режиму, это не абсолютная, но одна из возможностей того, что жители на временно неконтролируемых или оккупированных территориях будут несколько по-иному слушать пропаганду и несколько по-иному смотреть на то, что происходит в Украине. А вот как вы считаете, вот либерализация фактическая, когда увидят, в том числе жители оккупированных территорий, жители России, что вот украинцы могут поехать без виз в Европу. Насколько это может подстегнуть Россию к обострению, руководство России к обострению, чтобы не так пилюля была такая сладкая? Все-таки вот этот эффект снивелировать очередным обострением, смертями и так далее? Ну, у нас обострение так или иначе перманентно идет, по большому счету, на Донбассе. То есть разные могут быть причины трактования. Но Россия, такое ощущение складывается, ей даже какие-то вкусы пилюль не имеют для нее значения в плане обострения. Имеют значение какие-то другие факторы. Ну, в частности, и какие-то геополитические амбиции, ситуация внутри России, ситуация в Кремле и взаимоотношения кремлевского руководства с руководством самопровозглашенных республик, ну, марионеточным. То есть это, я не думаю, что напрямую это, в общем-то, как-то связано. И если говорить про какую-то ближнюю перспективу, знаете, Россия, вот как ни парадоксально, России же не очень выгодно сейчас российскому руководству, ну, по крайней мере, публично делать какие-то резкие шаги. Почему? Потому что многие на Западе, в том числе и те, кто стимулируется Россией, они устали от санкций. Одно из условий для потенциального снятия санкций, по крайней мере, относительно Донбасса, это деэскалация. Вот мне случайно тот же Путин заговорил сегодня о миссии полицейской ОБСЕ, хотя как это все будет выглядеть, и сможет ли ОБСЕ все-таки это институционально. Контролировать грады. А вот у нас есть данное исследование, это данное исследование Института социологии, сейчас попрошу наших режиссеров вывести на экран график, первый график у нас, на нем, да, вот вопрос задали украинцам, да, вот этот график, с кем мы воюем на Донбассе. Вот мы видим, что 37% считает, что с наемниками, то есть с людьми, которые получают деньги за свою работу, 17% что воюют с регулярной армией, 16% что с местным ополчением, но которое финансируется и руководят из России. Все лишь 4% не действует самостоятельно. Как вы считаете, можно ли считать, что в информационной войне, во всяком случае, уже не воспринимают у нас люди, что это гражданская война, что это внутренний конфликт? Так, а люди так и не воспринимали, там просто есть разный, ну я не знаю, кто проводил это исследование. Институт социологии. А, значит, дело в том, что с самого начала, ну я видела разные, вы видели разные данные исследования в Украине, и не воспринимали, что это какой-то гражданский конфликт, гражданская война. То есть с самого начала и аннексия Крыма, и война на Донбассе, они трактовались как элемент еще, ну, значительной степени внешней агрессии. Другое дело, что очень различались данные по оценке того, что происходит. Там, где можно было опросить людей на контролируемые территории в Донецкой области. А так вся Украина, она проявляла достаточно, в общем-то, солидарность. Вот если вы суммируете наймин всяких петрымойеров, регулярно российская армия, и вот эти 16%, то есть это, ну, как бы это огромный процент людей в интерпретации того, что это все не само по себе, это при мощной стимуляции, ну, российской власти происходит, в том числе, ну, и силовой и военной. Это, по-моему, сомнений уже очень-очень давно, и до самого начала не вызывало. Вот другое дело, что, ну, и в мире, в общем-то, уже эти трактовки таким образом, ну, в общем-то, они достаточно схожи. А вот все-таки 19%, ну, почти что каждый пятый неопределившийся, но все-таки второй год воюем. Тем не менее, вот у нас 20%, ну, не могут понять, с кем же мы воюем. Ну, дело в том, что эти вопросы могут быть очень болезненными, да, с одной стороны, для тех, кто на них отвечает. Почему? Потому что есть, ну, вещи там связанные с какими-то ностальгическими моментами, советской идентичностью. Вот, и очень многим, особенно, вот, в ряде регионов, в том числе, ну, то, что, вот, я много с людьми разговариваю, там, в том числе, вот, разных, с разными культурными группами, языковыми группами, очень многим сложно, ну, как бы, внутренне примириться. Что россияне воюют против украинцев. Да, безусловно, и это до сих пор так, и, ну, не всегда есть понимание этому, вот, и поэтому, вот, отсюда и ответ, что тяжело, тяжело ответить. То есть, я не думаю, что это элемент, там, какого-то страха, почему-то, что, ну, люди просто откровенно говорят, что они не могут это понять или интерпретировать. Плюс, они, многие пытаются уже разделять, то есть, Россию, как русский народ, и Россию, как руководство России, да, то есть, там, может быть, вот, в этом, вот, ваш ковид-повисты, тяжело ответить, сложно ответить, может быть, тоже масса интерпретации, то есть, что имеется в виду. Это не обязательно отторжение всех вот этих вот позиций, это, ну, возможно, как бы, несколько другие дополнения. У нас буквально осталось пару минут, вот, еще один хочу график, чтобы нам вывели на экран. Это исследование КМИСа очень интересное и показательное, одновременно, вот, и в России, и в Украине, вот, разные компании, тем не менее, вот, вместе они провели это исследование и задали вопрос, есть ли война. Мы видим, фактически, диаметрально противоположные. Если украинцы считают, что да, 63%, то 65% россиян не верят в это. Но когда у нас эти цифры смогут сравняться? Я имею в виду, что, все-таки, отношение будет одно и то же и у россиян, и украинцев. Я тебе интересно, вот эта зеленая 25% российская, почему-то, если я ничего не путаю, еще год назад она была существенно меньше. Вот, то есть, это уже указывает там на какие-то... Сколько смертей надо, сколько нужно тайных похорон, чтобы изменилось? Это вопрос очень риторический. Я думаю, что это еще может продолжаться настолько долго, насколько долго будет, ну, по сути, кремлевское руководство и кремлевская пропаганда морочить своим же гражданам головы относительно того, что происходит в отношениях Украины и России. И буквально последний вопрос, очень коротко. Вот, как вы считаете, насколько вот либерализация, фактическая либерализация, то есть, вот украинцы начали уже ездить без виз, не ставят им препоны на границе, пытаясь вот крючкотворствовать, а зачем вы сюда едете, а покажите вашу страховку, ваши бронь отеля. Вот, действительно, начали украинцы ездить. Насколько это, ну, еще более оттолкнет украинцев от российского вектора, от восточного вектора, насколько еще больше вот сделают прозападное население? Или это будет не сильно большой эффект? Нет, я думаю, что будет очень мощный эффект, на самом деле, особенно у тех людей, которые действительно смогут найти возможности, там, сделать паспорт биометрический, пройти, там, вот эти, ну, границу собрать, все-таки необходимо будет собирать какие-то документы. Я думаю, что мощнейший эффект, и что самое интересное, даже уже сегодня мы видим у многих русскоязычных, русско-культурных, вот мы сейчас проводим, например, исследования на эту тему, вот отношения и самоощущения русскоязычных, русско-культурных даже, даже не украиноязычных, но граждан Украины, в том же Львове русскоязычные или этнические русские, ну, они ориентированы на Европу. Ну, вот условно, я бы, если на вопрос связывать или свое будущее там с Украиной, они говорят, ну, в общем-то, во многом да, но если выбирать, вот это не так плохо, что захочется уехать, несмотря на наличие родственников, они выбирают Европу. Вот, вот, поэтому я думаю, что это очень, ну, скажем, уже процессы необратимы, вот этой, как бы, евроинтеграционного вектора. По всем регионам Украины, ну, практически по всем, разных возрастных группах, именно поддержка больше интеграции не в таможенный союз, а именно, ну, то есть это уже, как бы, даже не вчерашний, даже позавчерашний день, еще на фоне всего, что произошло. Вот, но визовая либерализация, она еще больше укрепит украинцев вот в этих евро, ну, в нужности европейской интеграции. Ну что ж, вот, на этой оптимистической ноте будем заканчивать, будем надеяться, что действительно мы получим реально действующий либеральный визовый режим для Украины, чтобы, по крайней мере, краткосрочные визиты они могли совершать без унизительных процедур в посольствах и визовых центрах. Напомню, сегодня мы говорили о либерализации визового режима, о том, какие последствия будут после этого. Благодарю нашу гостью, Юлия Тиченко, политический эксперт. Спасибо большое за ваш ответ. Ну и благодарю вас, что смотрели нас. Напомню, вы можете подписаться на наши страницы на Facebook и Twitter. Подписывайтесь и смотрите первыми наши новые видео. Спасибо, что смотрели. До следующего четверга.